доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити я хотел бы поднять очень интересную и важную для меня тему лет двадцать назад больше наверное я пришел молодым специалистом психиатрии и начал работать психиатрическом отделении проводить так называемые экспериментально-психологические исследования было это давно я где мог покупал какие-то методики заказывал где возможно то есть изготавливал сам ламинировал и так далее было все это очень интересно я приобретал позаигарник исключение предметов позаигарник я приобретал тест в экслера тест равена нервно-психическую устойчивость таблицы шульта и так далее и тому подобные вещи одним словом я как молодой специалист хотел соответствовать всем требованиям предъявляем ко мне моими старшими коллегами уважаемыми докторами психиатрами которых я до сих пор помню люблю и ценю и соответственно работал 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 было очень интересная много брал больных не поднимали больных с приема олигофренов значит направляли мои коллеги из отделений психиатры направляли и я нарабатывал опыт нарабатывать опыт было трудно прежде всего потому что это не было каких-то методик ну то есть я в институте их знал некоторые получил в институте как то допустим миннесотский многоаспектный личностный опросник на 377 утверждений нам их вручили подарили ну одним словом были проблемы с методиками прошло более 20 лет история как вы знаете развивается по спирали и вот сегодня буквально вообще неделя была очень интересно не только сегодня но и вот предыдущие дни со мной связывались торговые организации медицинские центры больницы различного рода и у нас пошел такой поток дайте нам предоставьте нам продайте нам методику векслера замечательно говорил я давайте значит она у нас хорошо стоит она очень сложная дорогая в изготовлении но и стоит хороших денег ну кроме методики векслера у нас хотели приобрести какие-то другие методики иногда подчас но предыдущие видео кто следит за развитием канала может посмотреть значит другие какие-то методики тоже хотели люди приобрести не зная толком какие и значит соответственно сегодня буквально вчера сегодня я связался с коллегой мы с ней очень давно дружим знакомы замечательная замечательнейшая женщина общаемся и вот мы с ней сегодня переговорили по телефону поговорили по ватсапу значит и значит приказ соответственно стали обсуждать вот этот приказ 52 35 н она рассказала как всегда о своих проблемах я общаюсь со многими коллегами из разных областей нашей необъятной родины у всех проблемы одинаковые неуважение психиатров к медицинским психологам значит непонимание руководства клиник важности и нужности работы медицинского психолога и так далее вот она издевает мне рассказывает о своих проблемах и таких слов и таких обращений я слышу поверьте мне очень много ну вот затронули собственно тему опять же работу устройства как все это обстоит дела то есть как там вплоть до помещений там компьютерной техники все обсуждали разные вопросы очень длинный такой длительный интересный разговор вот простите меня а до этого вот я значит познакомился с разъяснениями значит об исполнении требований вот обратите внимание об исполнении требований приказа минтруда российской федерации минздрава российской федерации по 31 0 1 2019 года 52 н 35 н и соответственно здесь даются некоторые пояснения по этому приказу почитав их вот этот документ прежде всего я хочу сказать следующее значит я знаю догадываюсь кто писал этот документ кто готовил приказы значит 31 от 31 0 1 19 года вот эти 52 н 53 35 н значит эти люди импозантный мужчина прежде всего он является подписчиком моего канала я ему безумно благодарен этому человеку я думаю надеюсь что благодаря ему отчасти наверное не только ему может быть там группа товарищей группа коллег они начали поднимать вопрос работы медика социальной экспертизы ну и в том числе экспериментально психологических исследований он является повторюсь подписчиком канала я знаю что он смотрит меня я вот к нему обращаясь говорю свяжитесь со мной после этого видео не постесняйтесь вы там до голова в москве я смогу вам многое показать рассказать и мы с вами найдем общие точки соприкосновения он готовил наверное он или его коллеги или группа коллег готовила вот этот приказ и соответственно затронула вопрос экспериментально психологических исследований и он молодец в одной единственной фразе он не описал то чем должны работать медицинские клинические психологи в своей практике и он молодец потому что есть тест в экслера это полтора часа обследования есть тест равена это 20 минут обследований а эффективность и результат работы стоит другой методикой абсолютно одинаков но выставлять айкью можно и как по одному так и по другому тесту то есть существует таблицы перерасчета данных простите что от общего иду к частному конкретики значит соответственно не указано что и как и чем работать но тем не менее история разбит развивается по спирали 20 лет назад это было полное болото репе экспериментально психологическое исследование клиническая психология на на каком-то начальном становлении уровне несмотря на то что все это развивалось 50-х годов 20 века там Блюма Уольфовна за игарник и Сусанна Яковлевна Рубинштейн но тем не менее новый виток я надеюсь я молюсь что вот вот сегодня у нас май месяц на дворе 17 число 05 месяца что это новый виток развития в нашей стране экспериментально психологических исследований то что происходило то что происходит на практике это полный ужас непонимание важности работы на местах работы медицинских психологов их коллегами ради которых они стараются коллегами имеется ввиду психиатрами да как это должно происходить нам сек как и должно нам сек как это должно происходить в других каких-то моментах и так далее я очень надеюсь что вот этот импозантный мужчина который я надеюсь по их посмотрит послушает это видео свяжется со мной мы с ним найдем общий язык потенциально продолжением всего вот этого того что началось я надеюсь в 2019 году значит должно стать некая некий документ продолжение этого всего некое методическое руководство некие методические указания в которых будет четко прописано что как зачем и почему работают медицинские психологи медицинские психологи берут анализы на донозологическом синдромальном уровне также как капелька крови гликоциты эритроциты и соответственно дают результаты своим коллегам не вышестоящим а равным им должно быть по статусу коллегам психиатрам и соответственно психиатр уже выставляет нозологический диагноз но для того чтобы это произошло надо устаканить работу медицинских клинических психологов нашей стране работают черти как черти чем в разнобой исходя из каких-то собственных подчас чрезвычайно субъективных мыслей каких-то субъективных идей и так далее должно быть это все выражено в конкретике в конкретном определении помещения для медицинского психолога компьютерной техники оснащения как минимум два компьютера у него должно быть методическом обеспечении тех методиках которыми работают это должно быть три больших коробки вот медицинский психолог зайдя к себе в кабинет на работу не менее 15 квадратных метров должен видеть два стола два компьютера несколько коробок в которых у него там ящиков которых лежат методики вот давайте перейду сейчас на наш сайт это приз курант наших цен на каждую из этих методик на нашем сайте он находится то есть вот на этой странице она называется страница 1 документы вот внизу приобретение продукции для физических лиц для юридических лиц то есть вот эти методики проект приз куранты одинаковые но цена понятно на них отличается поскольку приобретая у нас как у юридического лица мы платим налоги и зарплату нашим работникам и так далее физические лица там несколько иная история но одним словом я нажал вот эту кнопочку ссылочку для физических лиц и открыл приз курант для физических лиц здесь все те методики которыми должен пользоваться медицинский клинической психолог своей работе то есть вернусь на шаг назад психолог клинический приходит у него значит два компьютера два стола там стулья мебель стеллажи шкафы документы где карточки хранить и так далее и соответственно у него как минимум это все поместится в две-три больших коробки таких огромных в которых должны у него находиться под рукой всегда в любой момент времени вот эти самые методики не другие но тут можно видеть 16 факторный личностный опросник таблицы шульта на то есть б к краткий отборочный тест тест в экслера равен и так далее и так далее и так далее вот давайте я до конца промотаю вот эти три больших коробки они должны содержать вот здесь 26 26 тут бланковые детские но не трудно сейчас подсчитать сколько это будет сумме ну порядка где-то около 100 110 методик должен пользоваться медицинский клинический психолог и возвращаясь опять к нашему документу я надеюсь что этот человек импозантный мужчина он сможет четко это себе представить не связавшись или не связавшись со мной но надо унифицировать работу медицинских психологов четко исходя из практики своей более чем 20-летней работы в этом в этой области с учетом работы психофизиологии медицинской клинической психологии я четко представляю размер этих трех коробок и четко знаю как там будут уложены эти более 120 методик которыми должен пользоваться каждый медицинский клинический психолог в российской федерации унифицировать заключение унифицировать значит до нозологические диагнозы унифицировать программное обеспечение я уже не говорю о том что ну приобретают у нас иногда да но тем не менее у нас есть не только количественные бланковые какие-то методики мы предлагаем большой спектр автоматизированных методик если пациент сохранен почему бы ему не дать котелло или ммпи с экрана а если он не может если он не сохранен ему дается ммпи на бланке но клинический психолог всегда должен иметь возможность помощью компьютера программы специальной очень простой и недорогой забить за полторы минуты вот эти 14 ключей методики ммпи ключи методики котелло но и другие методики вы понимаете о чем я говорю кто хоть раз жизни накладывал ключи на бланк методики ммпи или предположим ровена и так далее одним словом это видео посвящено документу который дает действительно надежду на то что со времен сопчик и заигарник появятся новые специалисты которые будут четко представлять как они должны работать чем они должны пользоваться в своей деятельности и как следствие унифицировать заключение по работе по требованию своих мы будем так говорить старших коллег врачей психиатров пожалуй все на этом я бы хотел чтобы действительно наше общение продолжалось уважаемые коллеги созванивайтесь списывайтесь со мной и мы с вами наладим общий контакт общий язык обсудим массу массу каких-то вопросов найдем чем друг другу помочь на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам